Ежегодно по сложившейся традиции в комплексном центре социального обслуживания населения праздничным мероприятием для более 50 подопечных центра отметили День пожилых людей. В качестве почетных гостей на мероприятии приняли участие первый заместитель глава администрации Бадыр Ахмедов, ветераны Великой Отечественной войны Александр Макуха и Зеядин Лабазанов, председатель Совета инвалидов Атав Ахмедов, председатель Совета ветерана Великой Отечественной войны Нашмудин Залимханов и заместитель главного редактора газеты «Дружба» Владимир Ярмоленко. Слово для открытия было предоставлено заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову. Я передаю слова благодарности и приветствия от имени главы города, от Совета городского собрания и депутатов. В первую очередь пожелать всем присутствующим здесь, которые не смогли присутствовать сегодня вам, в первую очередь, здоровья, полных лет жизни, поблагодарить и организаторов Добира Ахмедов, и его лице, и его коллектив, которые всегда находят время и возможность вот так собирать наших ветеранов и пожилых людей в городе. Для всех приглашенных руководством центра совместно с артистами Дворца культуры «Спартак» и воспитанниками детской студии «Эхо гор» была подготовлена концертная программа. В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха поздравил с праздником участников мероприятия и зачитал для всех присутствующих женщин балладу о матери. Всем вам много лет, но вы еще душой молоды. Я посмотрел, и здесь в основном женщины у нас. А поэтому мне хочется от всей души вам, женщины, прочитать балладу о матери. Постарела мать за 30 лет, повезти от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она, ведь давно как кончилась война. Каждый из выступающих подчеркивали, что в Хасайбюрте, как ни в каком другом городе республики, пожилые окружены почетом, уважением и заботой. В Дагестане, как и на всем Кавказе, сильны обычаи и традиции уважения старших, а молодые поколения горожан с благодарностью отзываются о самоотверженном труде старших, отметил в своем выступлении председатель Совета ветеранов Нажмудин Залимханов. Дорогие мои, мне не хочется сказать слово престарелие или пожилые, даже не поворачивайте язык говорить, но не годами измеряйте все, а измеряйте то, что вы сделали за это время. Более 150 социальных работников комплексного центра ежедневно посещают на дому и обслуживают в отделении дневного пребывания по различным обращениям своих подопечных. В России праздник День пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1992 года. Его целью является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста и к возможности улучшения качества их жизни. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомед Набеев, информационная программа Пульс.